Сегодня в столице Хакасии у мемориала воинской славы прошел ритуал памяти, посвященный 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Во имя живущих победа! В Хакасии добывают все больше угля. За последние 9 лет объемы выросли в два с лишним раза. Для республики это дополнительные рабочие места и налоги. У нас появились новые партнеры, на которых стоит равняться и всем другим угольным компаниям. В Бийском районе поток апрельской талой воды обнажил древний курган. Возможно, ему больше двух тысяч лет. О находке археологам сообщил местный житель. Обратил внимание, проходил, смотрю косточки. Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Ольга Баргаякова. Сегодня в столице Хакасии у мемориала воинской славы прошел ритуал памяти, посвященный 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. К вечному огню пришли сотни жителей республики. Дети, молодежь, поколения постарше и, конечно, ветераны, защитившие нашу родину от фашистских захватчиков. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Ровно 73 года назад легендарный диктор Юрий Левитан возвестил советскому народу о долгожданной победе. 1418 дней самоотверженного героизма солдат, офицеров и тружеников тыла. Память о них непрерывно передается из поколения в поколение. У меня прадедушка участвовал, воевал с японцами. И он получил орден Красной Звезды. Я его уже не застала, я об этом узнала со слов моих родителей. Сегодня жители Хакасии возлагали цветы и венки к мемориалу воинской славы. В числе первых дань памяти воинам Великой Отечественной отдали глава республики Виктор Зимин и председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штагашев. В ритуале памяти приняли участие сотни человек, представители всех уровней законодательной и исполнительной власти. По старой воинской традиции ритуал памяти завершил салютный залп. Во имя живущих победа! Сорежай! Давай! Главными сегодняшними героями стали ветераны. Среди них Аркадий Ильич Петров, которого 18-летним пацаном призвали на фронт. Честно говоря, трудно сказать. Сильно страшно было. Пока не понюхали, чем пахнет. Понюхали на Днепре только, чем это пахнет. Но тогда уже стали, как говорят, оглядываться, смотреть, что, чего и как. Необычность возложения цветов к мемориалу воинской славы в нынешнем году перенос с утра 9 на полдень 8 мая. Как отметили организаторы, об этом просили сами ветераны, пожелавшие без всякой суеты и спешки принять участие в ритуале памяти. Я понимаю, мы и впредь теперь будем так практиковать с целью предоставить возможность большему числу жителей поучаствовать, поприсутствовать на этом мероприятии. Сейчас 9 часов утра, все же раннее утро. Здесь большее количество зрителей. Более уже потеплее. Май у нас такой, как бы, ранний весенний месяц. К 12 часов воздух прогревается. Оскар Артамонов, Павел Коржов, Александр Сердюк, РТС. Памятные мероприятия сегодня прошли и в Алтайском районе. В селе Подсине глава Хакасии посетил мемориал воинам Великой Отечественной войны. Виктор Зимин возложил цветы и поздравил местных жителей с наступающим праздником. В этом же парке началось возведение православного храма. Глава Хакасии вместе с подрядчиком обсудили сроки сдачи объекта. Проект будущего храма уже готов. Сделан он в традиционно русском архитектурном стиле. Площадь 40 квадратных метров. Присутствовать на службе одновременно смогут порядка 100 человек. Ответственным за строительство храма назначен отец Александр. И, как выразился сам батюшка, помогать ему в работе будет великий святой Василий. Именно в его чести решено назвать будущую церковь. Для местных горожан это долгожданное событие. Ведь сейчас, чтобы попасть на церковную службу, им приходится добираться до столицы региона. Там, где есть храм, там есть духовная жизнь. Храм, как во время освящения закладки фундамента этого храма, сказал Владыка, это как корабль, как маятник для корабля, точнее сказать. И, глядя на этот духовный маятник, на духовный маяк, можно двигаться только вперед. Без духовности мы не сможем построить настоящее хорошее общество. И поэтому, чем больше будет храмов, чем больше людей будет приобщаться к истинным ценностям христианства, православного христианства, тем больше будет в нашей стране порядка. Жители Хакайси просят быть в празднике предельно осторожными и соблюдать требования безопасности. При посещении культурно-массовых мероприятий нельзя курить в неположенных местах, злоупотреблять алкоголем и пользоваться пиротехникой. Сотрудники ГООЧС напоминают об осторожности в быту, следить за электроприборами, состоянием проводки и печами. В ветреную погоду запрещено разжигание костров на открытых участках. В случае пожара необходимо звонить по номеру 101 или 112. Кстати, постановлением правительства республики особый противопожарный режим будет введен в Хакайси с 11 по 31 мая. В преддверии Дня Победы в Абаканском аэропорту прошла акция «Георгиевская лента». Знаменитый символ раздавали всем гостям воздушной гавани. А тех, кто этим утром только приземлился в столице Хакайси, ждал необычный сюрприз. Вот так с песнями под гитару сегодня встречали пассажиров московского рейса. Необычную акцию в Абаканском аэропорту устроили курсанты местной школы авиаторов. Пока люди ждали багаж, ребята раздавали георгиевские ленточки и напевали знаменитые мелодии. Гром зелёный, да клён кудрявый, да раскудрявый лесной. Сразу зашли и прям сонные были, а тут песни вообще классные. Аж слёзы на глазах. Очень приятно. Так неожиданно. Здорово вообще. Да так неожиданно, если честно. Я не ожидала. Очень приятно даже. Думала, куда это мы попали, на какой-нибудь концерт. Особенно удивлены были испанские туристы, прилетевшие в столицу Хакайси. Иностранцы снимали всё происходящее на видео и задавали много вопросов. Благо, среди юных авиаторов нашлись ребята, хорошо знающие испанский язык. Ну я, как поняла, они приехали в нашу страну, вообще это трансферный рейс. И они записывали репортаж о том, что вот это за ленточки. И они были удивлены, что такая встреча вообще была. Они спросили, в честь чего этот символ и почему мы должны там знать, помните. Ну и повязали себе эти ленточки тоже. Георгиевские ленты раздавали и тем, кто улетал из столицы Хакайси. Акция стала уже традиционной, проводится каждый год в канун Дня Победы. Нужны и важны такие акции, чтобы люди никогда не забывали о героях, которые спасли нашу страну. Думаю, многим, кто сегодня принял участие в этом, для них это было очень важно. И чтобы показать пассажирам, которые приезжают в Абакан, что здесь как бы дружелюбный народ. Это прежде всего, конечно же, хорошее настроение. И после этого тяжелого ночного полета, утром в такой пасмурный день, встречаются лучезарные ребята. Я думаю, это приятно. Ольга Камзылакова, Павел Коржов, РТС. Предупреждение водителям в связи с завтрашним празднованием в столице Хакайси будет ограничено движение транспорта. Пешеходными зонами станут несколько городских территорий. С 7 утра перекроют проспект Ленина в границах улиц Щетинкина, Ивана Ярыгина. Улицу Ярыгина в границах Чертыгашево-Пушкина из-за прохождения бессмертного полка запретят проезд по проспекту Ленина от спорткомплекса Абакан до Парка Победы. Учитывая это, автовладельцам следует заранее продумать свой маршрут. Начавшись с ритуала памяти у Вечного огня, празднование 73-й годовщины Победы продолжится сегодня вечером, а завтра на Первомайской площади состоится главное событие этих дней в Хакайси – торжественный парад. Обо всем по порядку. Катерина Ярушина. Сегодня в 21.30 на горе Самохвал состоится мероприятие, посвященное памяти солдат, не вернувшихся с войны. После в 22 часа там же на Самохвале начнется всероссийская акция «Свеча памяти». В ее рамках участники республиканского автопробега доставят капсулу с землей Мамаева кургана. 9 мая по традиции во всех городах и райцентрах зажгут вечный огонь. В каждом селе пройдут митинги. Главное торжество в столице Хакайси. Начало в 10 часов на Первомайской площади. Программу откроет торжественный марш воинских частей. Впервые проедут ретроавтомобили, завершится марш парадом боевой техники. С 11 часов гостей праздника развлекут концертом коллективов республиканских театров. В это же время откроется регистрация участников бессмертного полка на площади перед спорткомплексом Абакан. Он пройдет по центральной улице города до вечного огня. Впервые телеканал РТС будет транслировать масштабную акцию в прямом эфире. В 14 часов на Первомайской площади откроется видеотрансляция парада в Кремле. В 17.55 гостям праздника покажут видеоролик в рамках всероссийской акции «Народная победа». Каждый ее участник расскажет о своем героическом родственнике, покажет архивные фото, письма. Через час в 18.55 в Хакайси объявят минуту молчания. Праздничный вечер завершится салютом. Седьмой год подряд в республике будет проходить прямая трансляция праздника на телеканале РТС. Место для подвига находится и в мирное время. В селе Шира двое автоинспекторов вынесли из горящего дома женщину-инвалида. Сотрудники дорожно-патрульной службы возвращались после ночного дежурства, когда увидели пожар в частном секторе. Выбежавший сосед сообщил полицейским, что внутри находится обездвиженная хозяйка. Разбив окно, силовики проникли внутрь и спасли женщину. Сегодня автоинспекторы Владимир Патчик и Александр Колесников сами рассказали подробности происшествия. С Александром разбили первое окно, проникли туда, никого не обнаружив, услышали крик. Но из-за сильной задымленности не смогли найти дверь в комнату. Было принято решение выйти обратно на улицу. Проследовали ко второму окну, разбили его. И когда зашли обратно в квартиру, обнаружили женщину на полу лежащую. Постелили одеяло в оконное проемство, куда не поранилось от стекла. После чего Александр вылез обратно на улицу. Я взял женщину, передал положим одеяло. И мы вдвоем уже ее вынесли за квартиру, а безопасность в состоянии послуживания. Через месяц в Черногорске, Абазеус, Табаканском, Алтайском, Ширинском районах, Саиногорске и Сорске должен начаться масштабный ремонт дорог. На эти цели глава республики выделил 380 миллионов рублей. Определить подрядчиков необходимо до конца мая. Главные условия – все торги должны проводиться весной, а ремонт дорожного полотна исключительно летом. Контроль за исполнением поручений Виктора Зимина ведет исполняющий обязанности первого замглавы региона, курирующий дорожное хозяйство Андрей Новоселов. Сегодня на встрече с руководителями городов и районов он попросил ускориться с заключением договоров. Некоторые муниципалитеты допускают ошибки и из-за этого рискуют не успеть освоить республиканские средства. Сегодня прозвучало предупреждение. Власти республики готовы принять жесткие меры. Сегодня было у нас совещание, был серьезный разговор деловой. Все услышали. Надеюсь, примут меры на местах. Дана неделя сроку для того, чтобы избавиться. Ну а там уже потом будут уметь делать разговор с Виктором Михайловичем. И он решит, если деньги эти не нужны, не хотят расторговываться, пусть объясняются со своими жителями, а мы деньги эти заберем и отдадим в другое муниципальное образование. Республика наращивает добычу угля. За последние 9 лет объемы выросли в 2 с лишним раза. Это десятки миллионов тонн. О том, как угольная промышленность продолжает оставаться одной из точек роста региона, в рубрике «Хакасия. Новейшая история». В республике увеличивается количество угледобывающих предприятий. В 2014 году к работающим разрезам добавился Оршановский, затем Белоярский и Майрыхский. Сегодня выставлен на торги еще один участок бейского месторождения. В этом году угольщики добавят еще 5 миллионов тонн. А к 2025 году в регионе будут добывать уже больше 40 миллионов тонн угля. Прежде всего для нас важно, что стоит за этими цифрами. Это новые рабочие места, это новые специалисты, это образовательные процессы и многое-многое что другое. Это дополнительные налоги. Кстати, у нас появились новые партнеры, на которых стоит равняться и всем другим угольным компаниям. В результате бюджет Хакасии в этом году получит дополнительно 5 миллиардов рублей. Из них больше 700 миллионов – столица региона. С такими темпами развития промышленности, заложенными за последние годы, через пять лет бюджет республики должен быть 45 миллиардов рублей, отметил Виктор Зимин. Единственное препятствие – низкая пропускная способность Транссибирской магистрали. Правительством Хакасии приняты меры по решению этого вопроса уже в ближайшие годы. Совместно с руководством Красноярской железной дороги и угольными предприятиями разработана программа по совершенствованию железнодорожной инфраструктуры. На КФ-2018 подписаны соглашения и меморандум. Сегодня действительно точка роста экономического – это республика Хакасия. Сегодня мы с правительством Хакасии работаем очень плодотворно над созданием программы по развитию как путей ОРЖД, так и промышленного железнодорожного транспорта, чтобы освоить возрастающие объемы перевозок и, естественно, развитие экономики. На развитие южного хода Транссиба планируется почти 30 миллиардов рублей инвестиций в ближайшую пятилетку. Одно из условий дальнейшего социального развития Хакасии – сохранение динамичного роста в промышленном секторе. В первую очередь за счет привлечения дополнительных инвестиций, новых производств и реализации крупных инфраструктурных проектов, подчеркнул Виктор Зимин. Первый случай клещевого энцефалита в этом сезоне зарегистрирован в поселке Черемушки. Пострадал мужчина, не привитый от опасной инфекции. По данным Роспотребнадзора, в этом году от укусов паразитов пострадало уже более 400 жителей Хакасии, в том числе малыши и подростки. Особая зона Рейска – Абазаса, Иногорск, Каскидские и Таштыбские районы. Сейчас специалисты проводят обработку мест массового отдыха людей, в том числе летних оздоровительных лагерей. Лакомство для буренок в фермерском хозяйстве Первомайское новое оборудование. Оно производит патоку. Но с какой целью узнала Полина Назарова. Такой агрегат производит для крупнорогатого скота настоящий кулинарный шедевр – сладкую патоку из фуражного зерна. Новинка появилась на ферме Евгения Байкалова пару месяцев назад. Благодаря республиканскому гранту, на который он восстановил коровники, закупил необычные для Хакасии породы коров, отремонтировал технику, а теперь новый шаг – постараться как можно скорее улучшить свое хозяйство. Мы нацелены на получение максимальной эффективности, получение надоя. То есть мы взяли высокодойных коров, начали составлять правильные рационы, и в одном из предложений нам дали, что необходимо вводить сахар. Для нас это все новое, экспериментируемо. Будем сейчас наблюдать, постепенно будем вводить в рацион эту патку. Дальше будем наблюдать, как будет отражаться на дальнейшем надое. Формула производства проста. 200-300 килограммов зерна, овса, ячменя или пшеницы и горячая вода. В итоге через час-полтора получается сладкая каша, которую смешивают с сеном и силосом. Зерно, поступающее, смешиваем с водой. Поступает вот в эту емкость, гоняется по системе трубопроводов насосом. И предварительно нагрев воды достигается где-то порядка 45-55 градусов. Потом за счет зерна он немного охождается. Такая установка животноводческого комплекса в Хакасии редкость. Их всего три. Однако свою эффективность такая скороварка уже доказала. Единственное условие, как отмечают специалисты, это хорошее зерно для производства патоки и любовь к своему делу. Полина Назарова, Дмитрий Щеглов, РТС. В эти дни по всей Хакасии проходит торжественное мероприятие, главными гостями которых становятся ветераны и труженики тыла. Такая встреча состоялась в одном из микрорайонов Абакана. Дашкалята ученики и студенты приготовили самые разные подарки, которые можно было не только потрогать, но и послушать. Абаканская школа номер 22 традиционно проводит такие концерты в преддверии праздника Победы. Ежегодно здесь собираются ребята из разных образовательных учреждений микрорайона Западный. Подготовки подходят со всей ответственностью. Мастерят своими руками открытки, читают стихи, поют, танцуют для почетных гостей. Сегодня на концерт уже пришло на данный момент 15 человек. Мы ожидаем, конечно, большего, но, конечно, и понимаем то, что кто-то приболел, у кого-то поднялось давление, все-таки люди-то в возрасте, но, тем не менее, никто из них не останется без внимания. И обязательно все, кто не смог прийти на концерт, они будут поздравлены дома, адресно, по месту жительства. Вера Кузьминичная – труженица тыла. В свои 88 она вспоминает, как ребенком работала на полях до самой поздней осени. Собирала табак, который шел на махорку для бойцов, и конопляные семечки. Из них готовили масло и лекарственные средства. После войны Вера Кузьминична сама работала в школе и признается, от таких праздничных концертов особенно тепло на душе. Старательно было приготовлено все, чтобы мы не были забытыми, и чтобы все, кто имеет еще возможность сюда прийти, они пришли. Все рады тому, что их пригласили. В молодежи очень много, приходится работать очень много. И хочу, чтобы они помнили и знали, что такое война, и почему ее не должно быть. Ребята общаются с ветеранами круглый год, помогают в уборке территории, поздравляют с каждой памятной датой адресно и приглашают на классные часы, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Полина Назарова, Дмитрий Щеглов, РТС. В преддверии 9 мая компания «Соэк Хакасия» подвела итоги творческого конкурса, посвященного Дню Победы. Участники представили рисунки, песни и даже видеофильмы. Угольщики Хакасии гордятся не только трудовыми заслугами, но и героическим прошлым своих семей и своей страны. Музей славы «Соэк Хакасия» пополнился работами горняков, их детей и просто неравнодушных жителей Черногорска. В четвертый год компания проводит творческий конкурс, посвященный Дню Победы. Участников все больше, им в этот раз 58 работ. Рисунки, песни, сочинения, видеоклипы и фильмы. Смотришь, как ребятишки к этому относятся. Смотришь, как серьезно относятся к памяти павших бойцов и взрослых. Мы живем уже в другом столетии. Время уходит, молодежь у молодежи, другие интересы появляются. Но надо помнить свои корни, надо помнить о том, что была такая великая война, в которой наш народ одержал победу. Сегодня награждение победителей. Алексей Килин признался, был очень тронут, как и многие в зале. Например, баллады о матери, которую эмоционально исполнила пятилетняя Олеся Федорова. Алексей, алёшенька, сынок! Кто нас не услышать мог? Ты на сегодня что делаешь в кино? Все ждала. А вот вы сейчас в окно. Посмотрите, ты можешь в тишине посучиться с сынью с войны. Он пошёл в войну защищать страну и маму. И сразу его на войне чуть не убили. Комиссия присудила сразу несколько первых мест. Ребятам Черногорского центра творчества и досуга за оригинальные рисунки и поделки. Белозист разреза Черногорский Александр Хасанов написал стихи, а затем с женой Марии исполнил песню. Елене Корниенко за документальный фильм «День Победы». Женщина обучает дошколят видеоискусству. Накануне «Дня Победы» вспомним своих дедушек и прадедушек, бабушек и прабабушек, и их товарищи, ветераны. Среди призовых работ – картины, сочинения и исследовательские работы. 13-летний Максим Островский исполнил песню о войне и родном Черногорске. Мальчик сам написал музыку. Не щадят своих сил, наш народ победил. Таланты оценили по достоинству. Победители получили телевизоры, планшеты и другие ценные подарки. Общее фото сделали возле новых памятных досок на фасаде здания. Первому герою соцтруда Черногорска Петру Тихоновичу Тимофееву и герою Советского Союза Алексею Порфирьевичу Сибирякову. Региональный Минэкономразвития объявил конкурс на разработку логотипа «Лучшие товары и услуги Хакассии». Принять в нем участие может любой автор или даже целый коллектив. Все подробности можно узнать по телефону, указанному на экране. Лучший дизайн проект будет объявлен в конце июня. Работа победителя станет официальным логотипом «Лучшие товары и услуги Хакассии». Обширный список памятников истории Хакассии может пополниться еще одним объектом. В Бейском районе близ Аала Маткечек случайно обнаружили древнее захоронение. А помогла в этом природная стихия. Раньше на месте этого оврага была дорога. С приходом весны талые воды размыли участок и обнажили могильные плиты. На странные камни обратил внимание местный житель. О своей находке он сообщил специалистам. Проезжал мимо. Я, по сути, человек любопытный. Стало интересно, думаю, да я гляну, что может. Потом вижу плитняк, обратил внимание, походил, смотрю косточки. Решил позвонить брату. Брат у меня археолог. Вот так вот мое любопытство не дало памятнику, так скажем, остаться незамеченным. Все-таки наша память, культура. На месте разрушенного кургана эксперты обнаружили три могилы. Предположительно, им около двух тысяч лет. Во время обвала одно из захоронений было повреждено. И на поверхность вымыло кости. Говорить о том, что еще скрывается под землей, пока нельзя. В данном случае сейчас все заявилось, пока без специалистов. То есть мы не будем исследовать данное захоронение. В дальнейшем будет проведено обследование археологами, специалистами. Они уже дадут полную оценку данного памятника. Ученые предположили, что могильник не был разграблен. За века курган осел и сравнялся с землей. Поэтому содержимое было скрыто от глаз мародеров. Вероятно, что при раскопках удастся обнаружить предметы, представляющие большой интерес для истории. Виктория Титова, Станислав Колченаев, РТС О событиях в республике можно узнать и в интернете на сайте tvrts.ru, а также на сайте газеты Хакасия, газета19.ru Я на этом прощаюсь. Всего доброго и удачи! Виктория Титова, Станислав Колченаев, РТС Титова, Станислав Колченаев, РТС Виктория Титова, Станислав Колченаев, РТС